Али Кришна, дорогие преданные, Итак, мы продолжаем служить Шича и Тайна Чаритам, Литея Бесценному Дару, Ачария Парампари, Нашего Шила Прабхупады и Шила Кришнадасской Врачбасвами, Стихи Шила Кришнадасской Врачбасвами, Комментарии Шила Прабхупады, Призваны привести нас к высшей цели Кришна Приме, И мы должны слушать этим стихам каждому слову, Каждому комментарию, даже если мы ничего не понимаем, Мы служим в форме Господа, играм Господа, Имени Господа, качеством Господа. Здесь все есть в имени Господа, Есть Его форма, Его качество, Его игры, Его наставление, Его окружение, Его милость, милосердие. Кришна Прима, которая пробуждается, общаясь с ними, Оно очень близко всегда, Но и очень далеко, если мы не обращаем внимания, В чем цель нашего служения, цель достичь Примы. Эта Прима живет вечно в наших сердцах, Она пробуждается посредством слушания и воспевания, Которое совершается правильным образом, регулярно и без оскорблений. Поэтому, слушая, воспевая имя, качество игры Господа, Регулярно, без оскорблений, совершая чистые бхакти, ради удовольствия Господа, Человек может быстро пробудить свою Кришну Приму, Которая спит в сердце, покрытое грубыми, тонкими оболочками майя этого тела. И мы обязаны это делать. Мы обязаны не только сами это совершать, А еще побуждать наших других братьев и сестер, Чтобы они тоже пробудили свою Кришну Приму, Служа Шичайтанья Чаритамвите и другим книгам Шила Бравопады, Бхагавадгити, Шимадбхагавы, Нектару наставлений, Нектару пременностью, Книги Кришны, Ходная Личность Бога. Эти шесть книг Шила Бравопады, Они авторитетные, наи авторитетнейшие писания, Ведические сливки, сливки ведической литературы. Они призваны пробудить Кришну Приму в сердце каждого заблудшего человека, При условии, что человек искренен. Мы продолжаем служить Шичайтанья Чаритамвите. Шри Кришна, Чайтанья, Прабо, Дайя Курма, Ре, Табабина, Кедая, Ре, Ягата, Сахам, Сахар, Патитапаванахетом, Табаяватарахам, Масамапатитаправонаваибеарам, Ахаправонитянанда премананда сухи, Крипабалаха, Канакарам, Мамиварадхи, Дайя Курма, Патитапатим, Адвайта гусахай, Табакрипабалепай, Чайтанья нитай, Ахасвару, Псанатанам, Рубрагунатам, Батаджугаси, Жива, Раболоканатам, Дайя Курма, Схема, 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 Табакрипабаха, Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Живое существо совершает добровольно, и Господь создает все возможности, чтобы живое существо, его частичка, всегда имела то место, и те чувства, и те возможности, и то общение, которое ему присуще навечно. Раса – это вечное состояние живого существа. Как живое существо вечно, душа вечно, так и его раса вечно, его отношения с Господом вечно. Поэтому спрашиваются, почему это вечно или откуда происходит вечность, нет ответа. Вечность, она вечная, ниоткуда не происходит. И вечные отношения с Господом, они всегда есть. Как огонь всегда имеет, если это огонь, она всегда обжигает и греет, и дает свет. Это качество огня. Или вода, она смачивает все, это качество воды. Поэтому нельзя спросить, почему у огня есть эти качества или у воды есть эти качества. Вода, она навечно имеет такие качества, огонь тоже. Это неотъемлемая часть. Или сказать, а почему солнце светит ярко, и мы все видим под светом солнца, и она греет. Потому что это неотъемлемое качество солнца. То же самое раса живого существа. И Господь милостиво, любовно все создает, Господь и его энергии, естественно, специальные энергии есть, которые все создают, чтобы все происходило прекраснейшим образом. И любовь каждого живого существа имела свои все атрибуты и места и возможности. Только самый полный невежда и глупец, забывая это и не понимая, может прийти в этот мир смерти и искать здесь счастье. Я самый большой невежда или глупец. Почему? Потому что я оставил мир бложества, любви, вечное тело, вечные отношения любовные, вечный дом, вечных друзей, вечного, самого любимого Кришну, своего вечного отца. И пришел здесь бродяжничать в тюрьме, просто таская, как осел, какие-то тюки, и меня еще бьют за это. Это просто невыразимое невежество и глупость. И когда живое существо, посредством милосердия, великого милосердия, слов и наставления Ачарьев вместе с Господом, Ачарь и Господь, говорит Шила Прапада, вместе вызволяют живое существо. Когда живое существо, услышав чистые слова Ачарьев и Господа, услышав чистое святое имя, пробуждает в своем сердце это забытое свое отношение с Кришной и премой, оно становится наисчастливейшим живым существом и становится достойным вернуться домой, назад к Богу. Дальше, 194 стих, Господь продолжает. Когда в центре внимания оказывается величие Господа, это делает любовь к Нему в некотором смысле ущербной. Однако преданный, который находится на уровне Кевала Бхакти, даже видя безграничное могущество Кришны, тем не менее считает себя равным Ему. Этому нельзя подражать. То есть, пока я не достиг духовного тела, я не могу говорить, что я друг Кришны или равный Кришны, и не обращать внимания на могущество Кришны. Пока я живу в материальном теле и в материальном мире, я должен очень уважать благоговерное почтение, оказывать могущество Господа и желать когда-нибудь вернуть свою расу потерянную, которая может быть и вайкунтра расы, а может быть и вриндавана расы. Это, пока человек не знает, гадать бессмысленно. Дальше Господь говорит. На трансцендентном уровне нейтральных взаимоотношений и служения величия Господа иногда выступает на первый план. Но в трансцендентных взаимоотношениях, основанных на дружеской, родительской и супружеской любви, его величие отходит на задний план. То есть обе отношения трансцендентные. Даже если нейтральные отношения, есть служение с сознанием величия Господа. Вот это все трансцендентальный уровень. Но когда есть осознание величия Господа, фактически это раса уже не вайкунтха раса, или дварака расы, или матуля раса. Но в трансцендентных взаимоотношениях, основанных на дружеской, родительской и супружеской любви, его величие отходит на задний план. То есть не то, что нету вот этого вообще понимания Айшвари или величия Господа. Оно просто процентным соотношением меньше. То есть первое чувство, первый план в Вриндаване это сладость, матуля Господа. И второй план это могущество, которое вот меньше. Когда Кришна возносил молитвы лотосным стопам своей матери, отца Васу Девы и Деваки, они оба, зная о его величии, испытывали благоговейный страх. Это пример, Господь приводит пример, что значит ощущать величие. Когда Деваки и Васу Девы поняли, что склонившиеся перед ними сыновья Кришна и Баларама это верховная личность Бога, их охватил ужас, и они не решились обнять своих сыновей. Комментарий Шива Прабхупады. Этот стих из Шимадбхагаватам 10.44.51 описывает события, происходившие после того, как Кришна убил Камсу. На глазах у Васу Девы и Деваки их сын убил могучего демона Камсу. И сразу после этого с Васу Девы и Деваки сняли кандалы. Кришна и Баларама поклонились родителям, выражая свое почтение. Отец и мать в ответ хотели обнять своих сыновей, но понимая, что Кришна и Баларама это сам верховный Господь, застыли в нерешительности. Так благоговение и почтение помешали их родительской любви, Кришне и Балараме, и ослабили ее. Когда Кришна явил Арджуне свою вселенскую форму, тот преисполнился благоговейного ужаса и стал просить прощения за то, что в прошлом относился Кришне как друг без должного почтения. Комментарий Шла Браупада. Это цитата из Бхагавадгиты 11.41-42. В этих стихах Арджуна обращается к Кришне, который явил ему свою вселенскую форму на поле битвы Курукшетра. Здесь немножко есть комментариев, но такие развернутые не даются комментарии. По этим вопросам, почему Арджуна такой ужас ощутил, и почему Деваки и Басудева ощущали такой ужас, страх. Мы, когда придет время, поговорим, когда мы будем читать Бхагавадгиту и Бхагаватам по этой теме, максимально возможно по объяснениям ачарьев мы поговорим. Сейчас мы читаем и идем дальше. Господь приводит примеры к тому, что Он сказал. «Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе. О, Кришна, о потомок яду, друг мой, не ведая о твоем величии, прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или сидели за трапезой, иногда наедине, а иногда в кругу друзей. Он непогрешимый. Прошу тебя, прости мне все эти вольности». Комментарий Шилапраупады. Это цитата из Бхагавадгиты 11.41.42. В этих стихах Арджуна обращается к Кришне, который явил ему свою вселенскую форму на поле битвы Курукшетра. Ну, в двух стихах в комментариях Шилапраупады та же самая фраза, потому что это цитата, вот эти два стиха Шилапраупада, в комментариях пишет, что это цитата, вот эти два стиха. Дальше Господь продолжает. Хотя Кришна шутил с царицей Рукмини, она подумала, что он собирается расстаться с ней и потому испытала глубокое потрясение. «Трасам» значит потрясение. Здесь нет комментариев. «Когда в Двараке Кришна решил подшутить на Трукмини, ее охватили горе, страх и скорб, и она утратила способность ясно мыслить. запястья в нее соскользнули, браслеты, а пахала, которым она обмахивала Господа, выпала из рук. Волосы ее растрепались, и она, лишившись чувств, рухнула на пол, словно банановое дерево, поваленное ветром». Комментарии Шилаправупады. В этом психе с Бхагаватом 10.60.24 рассказывается о том, что случилось, когда Кришна заговорил с Рукмини в своей апачевальме. Чтобы испытать чувство Рукмини, Кришна стал подшучивать над ней, называя себя нищим, ни на что не способным и недостойным называться ее мужем. Не понимая, что Кришна шутит, Рукмини восприняла его слова всерьез и решила, что он хочет бросить ее. От одной этой мысли она пришла в ужас и потеряла самообладание. А пахало выпало у нее из рук, браслеты соскользнули с запястья, и она рухнула на пол, словно поваленное бурей банановое дерево. Кевала расу та према айшваря на джане айшваря декилео ниджа самбада семане на ступенье Кевалы, бесприместной Бхактии, или Кевалы, преданный не придает значения безграничному величию Кришны, даже когда видит, как оно проявляется. Единственное, что важно для преданного, это его взаимоотношения с Кришной. Это очень замечательный стих, где Господь Шича и Таня, Мааправу уже более точно дает нам понимание, наставляя Шиле-Аупа-Госвами, что важно для преданного. И есть комментарии Шилы-Правупады, еще раз стих прочитаем. На ступенье Кевалы, бесприместной Бхактии, преданный не придает значения безграничному величию Кришны, даже когда видит, как оно проявляется. Единственное, что важно для преданного, это его взаимоотношения с Кришной. Комментарий Шилы-Правупады. Когда преданный достигает ступени чистой, бесприместной преданности, особенно в дружеских отношениях с Кришной, он забывает о величии Господа, хотя и видит проявление этого величия. Такой преданный продолжает считать себя равным Кришне. На самом деле, никто не может сравняться с Кришной. Однако преданный достигает столь высокого уровня сознания Кришны, что может обращаться с Кришной, словно с обычным человеком. И как это происходит? Ачарий комментирует, Шастаха объясняет. Йога-майя-энергия так действует в духовном мире, что и в материальном мире, когда она начинает действовать на преданного, если предан на таком уровне, Кевала-бхакти, Кевала-бхакти, чистое, беспримесное преданное служение, когда преданное на этом уровне, Йога-майя-энергия так действует, это внутренняя энергия Господа, что преданный помнит только свое, свои отношения. И поэтому, даже если он видит на этом уровне, что проявляется безграничное величие Кришны, для него единственное, что важно, это его взаимоотношения с Кришной. Когда он видит это могущество, но он друг Кришны, или родительская любовь с Кришной имеет, или супружескую, он просто помнит и действует по своим отношениям с Кришной. Его это как бы не приводит ни к ужасу, ни к обескураживанию. То есть, деваки-васудевы, они ощутили этот ужас, страх перед величием Кришны, но мама Яшода, на Дамараджа, они не ощущают этого. Они всегда имеют свои отношения, которые абсолютно лишены вот этого, вот этого благоговейного страха или паштения. То же самое друзья Кришны в Риндаване, то же самое гопи в Риндаване. Они имеют свои вечные отношения с Кришной, которые лишены вот этого благоговейного паштения и страха. У них есть своя отношения. Единственное, что важно для преданного, говорит Господь, Шичайтанима Прабу, это его взаимоотношения с Кришной. Даже когда они видят, как проявляется величие Господа, они идут по своим чувствам. И здесь сразу же Господь Шичайтанима Прабу приводит прекраснейший пример. 1204 стих. Матушка Яшода, Мама Яшода увидела во рту Кришны слово Матушка не так подобрана, Мама. Когда Мама Яшода увидела во рту Кришны Всевселенная это на время повергло ее в изумление. Последователи трех вет поклоняются Господу в образе Индра и других полубогов, принося им жертвы. Святые люди, познавшие величие Господа, благодаря изучению Упанишад, поклоняются ему как безличному Брахману. Выдающиеся мыслители, досконально изучившие строение Вселенной, почитают его как Пурушу, а могущественные йоги, как вездесущий Высший Дух. Преданные поклоняются ему как Верховной Личности Бога. Однако, Мама Яшода считала Господа своим Сыном. Комментарии Шилаправпады это стих из Шимадбхагават 10.8.45 Находящиеся на высоком духовном уровне преданные по милости йога-май забывают о величии Кришны. То, о чем мы говорили, это от объяснения Шилаправпады Ачарев. Находящиеся на высоком духовном уровне преданные по милости йога-май забывают о величии Кришны. Например, мама Яшода считала Кришну обычным ребенком. И 10.8.10.8.45 Шимадбхагават нашему счастью Шилаправпады имеет комментарии свои. Шилаправпаду дал комментарии десятые песни Шимадбхагават до 13 главы включительно. И вот эту историю с мамой Яшодой полностью Шилаправпад комментировал нашему счастью. И там объясняется это. Дальше Господь Шичайтане Мавапрабу продолжает Хотя Кришна недоступен чувственному восприятию и не открывает себя людям Он тем не менее принимает облик простого смертного Имама Яшода считая Кришну Своим сыном привязала его веревкой к деревянной ступе словно обычного ребенка Комментарий Шилаправпады Этот стих Шимадбхагават 10 9 14 свидетельствует о том что Господь Кришна вел себя перед мамой Яшодой как обычный ребенок Его детские проказы воровство масла и бытие горшков с маслом рассердили маму Яшоду и в наказание она решила привязать Господа к ступе в которой мололи специи Иными словами Яшода относилась к верховной личности Бога как обычному ребенку нашему нашему счастью тоже есть 10 9 14 комментарий Шилаправпады и в свое время мы прочитаем когда будем читать вот эти главы книги Кришна Верховная Личность Бога и с комментариями Шилаправпады будем читать 10 песнь Бхагават в обоих местах есть комментарии Шилаправпады Шилаправпад дал и в книге Кришна комментарии вместе с стихами и определенно на каждый стих до 13 главы 10 песни мы получили этот дар Шилаправпады его комментарии комментарии Бхакти Веданте так здесь дорогие преднамы заканчиваем мы прочитали сегодня 192 стиха по 205 стих и постараемся продолжать дальше в следующий раз в того места где остановились как обычно Теослава Шилаправпад спасибо вам большое вся слава Шиле Кришнадарской Граджи Госвами вся слава всем слушающим Шичайтане Магапрабху Магапрабху всем преднам Господа Шичайтане Магапрабху Нитай Горо Осад Магапрабху Сей Кришнадарской Кришнадарской Магапрабху Магапрабху Сей Сей Магапрабху Шичайтане